Друзья, всем привет! С вами снова Светлана Енчева. Вы на моем канале Переехать в Болгарию. Сегодня поговорим об очень интересных вещах. У нас сегодня 16 июня, температура воздуха плюс 32 градуса, народ купается вовсю, загорает. Я спряталась в тенечек, чтобы снять для вас очередное видео. Сегодня поговорим о радиации на пляжах Болгарии. Как это ни странно? Для меня это вообще было очень странно, когда мне под одним из видео начали написывать такие узники жизни, живущие в негативе, которые без конца ползают по каким-то форумам, читая там всякую чушь и ее распространяют везде, в том числе и под моими видео. Значит, хочу сказать сразу же, что всевозможные дебильные комментарии вместе с их авторами я буду удалять просто нещадно. Потому что прежде чем распространять какую-то лживую информацию, нужно, наверное, сначала встретиться с логикой и мозгами, а потом о чем-то уже писать. Значит, что произошло? Под одним из моих недавних видео начали мне люди писать о том, что, дескать, тут на пляжах радиация, мы там видели в изданиях болгароговорящих, там везде радиация в Болгарии. Слушайте, друзья, ну вот, действительно, здесь что, затонула лодка Курск с атомным реактором или что? Или, значит, здесь взорвалась какая-то атомная бомба, какая радиация на пляжах в Болгарии вообще? В общем, бред сивой кобылы. Значит, что произошло в реальности? В реальности произошло следующее. В сторону турецкой границы есть гранитные каменоломни, откуда добывают камень-гранит для того, чтобы сделать здесь мостовые ступени, лестницы и все прочее. Значит, был добыт камень, его вытащили на побережье и уровень естественной радиации, ну, на побережье, там в одном месте, где, в общем-то, пляж не пригоден для купания, вытащили этот камень, значит, там шла разгрузка-погрузка. Значит, экологи здесь постоянно берут пробы воздуха и экологи обнаружили, что уровень привычный, фон стал больше, ну, там, на сколько-то процентов. В общем, тут же, значит, русскоговорящие болгарские здания подхватили, что тут происходит радиационное отравление местности, всем нужно срочно отсюда убежать. Значит, в реальности что происходит? Ну, во-первых, нужно, друзья, включать логику. Значит, есть предельно допустимый для человека радиационный фон, после которого начинается повреждение организма, да, и наносится организму человека какой-то вред. Возьмем его за 100 единиц, да, каких-то там радиационных. Я просто объясняю на пальцах, да, чтобы не было больше вот всякой чуши под моими видео. Вот. За 100 единиц возьмем предельно допустимый для человека радиационный фон. Фон, к примеру, привычный для этой местности, ну, к примеру, 2 единицы, да, и предельно допустимый, к примеру, радиационный фон природный, да, 10 единиц. Так вот, из 2 единиц стало 3 единицы, и все. Это не в 2 раза увеличилась радиация, и там, тут уже буквально там всех эвакуируют. Ничего подобного. Здесь все пляжи под охраной ЮНЕСКО. Здесь постоянно берутся пробы воздуха, и не дай бог что-то там случится. В прошлом году сюда в порт заходили корабли НАТО, так болгары по всему парку расставили машины пробы воздуха. Не дай бог от них что-то бы там, ну, вылетело или там еще что-то. Вот. И люди, понимаете, вот этот вот естественный фон, они принимают как это прямо угроза для жизни, там еще что-то. Ну, в общем, такая чушь собачья. Вот правда. Если, друзья, вы хотите тут устраивать панику под моими видео, да, ну, идите на другие каналы, там это все устраивайте. У меня как бы все в порядке с интеллектом, да, у меня все в порядке с какими-то знаниями места, да. Но это не для меня. Вот, ну, просто. Я не позволю под своими видео писать всякую чушь. Вот. Значит, нужно понимать следующее, что вот те люди, которые постоянно живут в негативе, это такие узники жизни, да, вот. Они постоянно ходят по каким-то этим самым помойкам, что-то выискивают, какие-то там эти самые, не знаю, публикации, сенсации. Или там нас украли марсиане, или там нас облучают из космоса. И вот это вот все выписывают мне под видео. Ну, понимаете, друзья? Давайте исходить из обычной логики. Включаем логику и начинаем это все анализировать. Потому что, ну, один дурак написал, второй дурак это все скопировал, третий дурак это все распространяет по сети, в том числе и под моими видео. Друзья, если я еще таких узников жизни увижу, да, у себя на канале, ну, вы меня извините, я вас буду удалять сразу же и навсегда. От слова совсем. Вот. Значит, если вы, допустим, можете как-то аргументировать, да, свои выступления вот такие вот, то тогда, пожалуйста. Если нет, и вы просто постите всякую чушь, чужую, которую там одна баба на базаре сказала, а на заборе что-то там написано, слово из трех букв, а там дрова лежат, ну, давайте это все прекращать. Очень большая к вам просьба. Всем, друзья, пока, кому видео было интересным и полезным, ставьте лайки. До свидания.